Всем привет! Меня зовут Алекс и это канал AlexKinderToys. Сегодня у нас обзор еще одной новиночки от Sweetbox. Серия сказочные зверята. Есть 10 коробочек. Будем собирать коллекцию. Поехали! У новой коллекции два варианта обложки. Жуткие на симпатичные глазастики. Давайте быстрее откроем, посмотрим, что за зверьки там скрываются. Не забываем про Sweetbox Club. Вес этой коробочки 47 грамм. Внутри пакетик с мармеладом и с игрушкой. Все в коллекции в 8 фигурок. Древорог безобидный. Слонопух. Момо. Листвяш обыкновенный. Брюхоль. Как нюхаль. Ушастый шмык. Октотропический. Барокрыл. Названия прикольные. Что мы знаем о волшебном мире и о животных, которые в нем обитают? Ничего. Ведь многие из нас даже не верят в волшебство. В новой коллекции зверят мы собрали маленьких фантастических обитателей мира. Чтобы доказать вам, что волшебный мир существует, стоит лишь в него поверить. Барокрыл. Один из последних представителей исчезающего вида. Живет в дупле старого дуба в Ирландии. Отлично летает, развивая в полете большую скорость. Питается желудями. Ах, вот ты какой ирландский барокрыл. Сидишь и поджидаешь путника в своем дупле. За спиной у нее есть крылышки. Очень шикарные рога. Кристальные с блесками. Смотрится супер. А еще у нее безумно красивые глазки. Как и во всех коллекциях зверят от Светбокса. А сама фигурка флакирована. Также у нее есть маленький хвостик. Несмотря на его милый вид, думаю, если такого встретишь в лесу, очень испугаешься. Качество игрушки отличное. Следующая коробочка. Вес 45 грамм. Ушастый шмык. Живет в пещерах Северной Америки. Юркий и неуловимый. Питается мелкими насекомыми. Огромные уши и чуткий слух помогают слышать все, что происходит в радиусе 5 километров. Этот ушастый шмык мне напоминает большого уха из советского мультфильма. Он тоже все слышал. Какие у него огромные уши. Очень похожи на заячи. Наверное, заяца у него есть в родне. Длинный пушистый хвостик. Это похоже еще гриба у него, как у льва. И разноцветные глаза. Один голубой, один розовый. Здесь два рога. Еще два кристальных на голове. Четырехрогий большевух. Все звери пока фиолетового цвета. Надеюсь, будет кто-то новый. 42 грамма. Листвяш обыкновенный. Обитает в лесах Японии. При любой опасности меняет цвет, сливаясь с окружающей средой. Зимой впадает в спячку, прячет свой панцирь. Очень любит грибы. Какой смешной. Судя по его безумному виду, он точно любит грибы. Особенно мухоморы. Весь в листочках. Чтобы лучше прятаться в листве. Зелененький, на черепашку похож. А вот и панцирь его. С кристальным ободком. Почему его только обыкновенным назвали? Интересно посмотреть на листвяши необыкновенного. А дальше у нас свитбокс 41 грамм. Древорог безобидный. Обитает в горах Перу. Несмотря на свой угрожающий вид, абсолютный вегетарианец. Питается мхом и горными травами. Его большие древовидные рога становятся невидимыми, если ему не угрожает опасность. Какой шикарный у него кристальный гребень, как у настоящего панка. Но она любит панк-ром. Еще он похож на маленького дракошу. Весь в шипчиках. Хвостик у него, как у дракона. И мордочка у него, по-моему, самая красивая. Глазки даже побольше, чем у остальных. Хотя нет, такие же. Но кажется, что больше. Брюшко у него пластиковое и мордочка. Классный древорог. Половину чудо-юд собрал, двигаясь дальше. Вес коробочки 48 грамм. Момо. Маленький Момо способен чувствовать настроение любого существа. Его пушистые уши помогают ему спрятаться в момент опасности. Живет в Африке, питается бананами. Этот Момо похож на маленькую собачонку. Спаниеля. Такие длинные кристальные у него ушки. И хвостик. А еще челочка на голове. Ну правда, очень напоминает собачку. Розовые глазки. Голубой носик. Похоже, сильно много бананов ест. Сам стал желтый, как банан. Следующая коробочка вес 44 грамма. Октотропический. Любит влажные и прохладные места, поэтому чаще всего его можно встретить на берегах Тихого океана, среди камней. Питается ракушками и устрицами. Отличный пловец. Какой забавный пухляш. Поднял все свои лапки. У него тоже что-то есть от ракушки, судя по его хвостику. Смешная у него кристальная голова. Чем-то напоминает шлем от скафандра. Ушки у него, как у настоящего водяного. А рот, как у кальмара. Интересно вот мне, в кого эти зверята потом вырастут. 40 грамм. Красненький, такой еще не попадался. Брюхль. Почти как нюхаль. Родина брюхля Австралия. Предпочитает болотистые места, где всегда есть чем поживиться. Больше всего любит ягоды. Прячет рожки, если почесать ему пузико. Сейчас почешем и проверим. Так, вот он рожек у него кристальный. А вот и пузико желтенькое. Чешем пузико. Брюхль, давай прячь рожек. Обманули на вкладыше. Не прячет он рожек, если ему чесать брюшко. Какой смешной розовый зверек. С длинными ушками. Тоже на зайчика похож. Коллекция очень милая. Осталось найти последнего сказочного зверька. Слонопуха. Вес 44 грамма. И вот он слонопух. Он амфибия. Это значит, что он может жить как на земле, так и под водой. Получая кислород через хобот. Любимая еда кустарники водоросли. Не так давно был замечен в водах Шотландии. Какой шикарный слонопух. Напоминает мне слонопотама. Из мини-пуха. Корона у него кристальная на голове. Длинные ушки. А вот через этот хоботок он и дышит. Как через трубку. Какой длинный пушистый хвостик у него. Здорово, коллекция вся собрана. Осталось две коробочки на другие выпуски. Вот такие жутко милые сказочные зверята в новой коллекции Sweetbox. Мне игрушки очень понравились. Красивые, яркие. У каждого есть отличное описание. Люблю необычные серии. Мои фавориты это Баракрыл, Древорог и Ушастый Шмык. А как вам эта коллекция? Какой сказочный зверь больше всего понравился? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку. С мармеладом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео.